Вот пока мы с тобой три минуты разговариваем, введено в эксплуатацию порядка пяти домов в России. Поздравляю. Модерн станет ретро. 63 квадратных метра. Задача, чтобы он заменяла стоимость квартиры без отделки в Москве. На первом этаже 47 квадратных метров. 500 тысяч рублей, 350. Очень доступная просто. Откос не закрыли, чтобы люди могли видеть пирог стены. Пример подобного сэндвича. Ну, стандартный. Живую изгородь можно создавать не только из, то есть можжевельники, яблони. Я не люблю пленки. Не будет хлопать. Перенесли обычную городскую квартирографию. Своенное поле можно достроить и дорастить дом под нужные требования. Все листы снял, на авито выставил и, пожалуйста. А, и вот так это работает. Мы промахивались, чтобы вы попадали. Open Village, 2024 год. Это тоже место, что и в прошлом году. Тот же поселок, но он уже расцвел, конечно, по максимуму. Здесь более 60 домов. Здесь вы точно не увидите ничего за один день. Надо брать два дня. Здесь задаются тренды, которые будут актуальны в течение трех, пяти, десяти лет. Здесь строят продуманное, здесь строят, напомню вам всем, кто еще не знает, готовые домовладения для будущей покупки. Это не макеты, это то, где будут жить люди. Выставка закончится и переедет в другой поселок, а дома останутся и здесь уже будут заселяться. Что успеем? Успеем и, наверное, немного, потому что в каждом этом объекте есть о чем рассказать. Расскажем в Асахи-де-Сахи. Это Володя уже и ваш знакомый, и мой добрый друг, и человек, который построил мне мой дом из МХМ. Компания Вудмассив. Володя, это вот можно сказать, что родной брат моего дома? Ну, двоюрный. Случайно здесь встретились в первых числах мая. Ну, обсудить, как стенд поставить. Мы хотели стендом участвовать. И Александр говорит, вот тут еще лес был, есть участок, и если есть, у кого-то желание реализовать. У нас был один клиент, мы вели вялотекущие переговоры. Ну, и мы предложили, там, заказчик принял оперативное решение, что надо делать, и, в общем, сделали. А вы, Александр, организатор, да, получается? Александр, это директор по строительству компании Open Village. Да, да. Очень приятно. Поздравляем вас. Выставка растет, выставка прям... Выставка растет вместе с нашими участниками, такие как Володя. Сомнения откинули. Там есть, наверное, составляющие фото, где мы с тобой стоим на фоне. Да, да, да. Вес, болото. Реально было бы... 42 дня реально, вот, человек говорит, чудеса. Все записано, все ходы записаны. У нас все законспектировано. Володю были небольшие сомнения, мы сказали, что все получится. В масштабах выставки это близко к рекорду или абсолютно рекорд вообще? Близко, наверное. Скажу близко, чтобы не вести в заблуждение, но вот до такого состояния, наверное, точно рекорд. Я заметил, что здесь по участку довольно приличный уклон, да? Здесь перепад метр, места очень мало, всего ширина участка 20. 20 на 40, он 8 соток. Мы приняли решение, там, за 5 дней до выставки, это вот эта вот терраса такая. Потому что перепад метр, и не очень было как бы гармонично, эстетически выглядело. И мы применили такое функциональное. И вот сейчас, вот проходя по террасе, это вообще очень круто. Бомба, да. Потому что по полтора метра мы сделали вокруг везде террасу, входную группу, во дворе участка тоже терраса, по полтора метра везде отступы. И очень, ну, оказалось очень крутым решением. То есть это вас нужда вынудила как бы, а оказалось, вау, можно и делать дальше. Да, это очень крутое решение. Это, вот я сейчас отмостку недавно сделал, это вместо отмостки? Это вместо отмостки, да, отмостки не будет. Потому что тут сваи глубокие, уклон от сливных труб, от водосточной системы. Да, водосточная система установлена, там установлены трубы, и они все по склону. Важный колодец, да, по склону, да. Уже не первый раз буду общаться с компанией Архангельский лес. Ребята воздвигли на Open Village то, что называется, фахверк. Слово диковинное, сейчас разберемся. Кажется, что Архангельский лес будет срубище стоять, там, метров на пятьсот. Смотри, рынок клееного бруса, оцилиндрованного брюна, ручной рубки, он фиксированный. То есть производство и мощности по России, потребитель, любитель вот этого массивного материала, он вот условно фиксирован, он не прирастает. Но мы же знаем, 59 миллионов квадратных метров в России в том году построены в ИЖС, это 430 тысяч домов. Вот пока мы с тобой три минуты разговариваем, введено в эксплуатацию уже порядка пяти домов в России. Поздравляем. Да. Так, рынок-то прирастает за счет каркасников, и мы, как производители, как люди от науки, от ассоциации деревянного домостроения, думаем, чем мы можем помочь рынку. И мы даем продукт, который может закрыть вот эту быстро прирастающую нишу каркасников. У нас нет каменной ваты, у нас нет сложных узлов. Мы дали фахверк. Клейная балка заводского изготовления. Собирается в любых полевых условиях. Дальше облицовывается пир листом и покрывается металлом. Очень простая технология. Скорость. Такой дом собирается в теплый контур за 14 дней, двухэтажный за 30. Он достаточно легкий, он повторного применения. Его можно разобрать без потери материалов. То есть это очень классная история. Когда у нас рынок прирастает, дефицит квалифицированных строителей становится просто ажиотажным. Можно самостоятельно или, используя, скажем так, строитель низкой квалификации, по альбому технических решений собрать безошибочно такой дом. Вот это наш ответ рынка. Срубы делал и продавал. Сейчас на МХМ пришли все деревянные. Ты, наверное, устал смотреть на деревянную текстуру, потому что стены один воин как камень. Как есть такая поговорка, что модерн станет ретро. Срубы – это наша жизнь исторически. Да. У нас профиль-то, по сути, тот же. Остался лесозаготовка. Да. Просто мы ушли. Мы искали долгую альтернативу. Вот. Чтобы клиент получал качественный дом, что ему можно предложить? Там экологичный, качественный, быстрый дом срубы. Скорость – все. Это не наша тема. Два-три года по-хорошему. Да, два-три года. От человеческого фактора мы полностью зависим. Мы не можем строить много домов. Если качественный продукт, он не может быть быстрым продуктом. Да. И поэтому мы пришли. Клейные не хотели делать. Ну, производство организовывать. И поэтому мы пришли к массив Хольцмавру, к МХМ панелям. То, что это быстрый системный продукт. Абсолютно отсутствует человеческий фактор. То есть, грубо говоря, стены… Сложно испортить, короче. Да, сложно испортить в реализации. Это не инновация. Это не новая технология. Она на рынке с 2002 года. Основная аудитория у нас, по большому счету, это люди, которые в Швейцарии, в Германии бывают, путешествуют. Да. Это наша основная аудитория. И у нас сейчас… Мы больше в массы технологию. Мы адаптировали проекты, потому что обращение у нас… Ну, первые, да, те люди, которые знают. Это дома там 300+. Вот. И узкая аудитория. Вот. Но мы хотим, грубо говоря, чтобы любой человек мог позволить себе такой дом. Перенесли обычную городскую квартирографию в загородное пространство. Ох уж эти наукоемкие термины. Да. Квартирография. Это евро-двушка. Так. Просто евро-двушка. Так как все-таки мы любим наших четыреногих друзей, вот здесь лопомойник. С улицы завели друга, лапки сполоснули и пустили в личное пространство. Дальше у нас есть кухня-гостиная. Смотрите, вот фахверка технологии – это как раз вот эти видовые балки. Это вот прикосновение к премиум-сегменту. Вот они создают несущий основной каркас. Расскажи мне, пожалуйста, про вот эту несущую балку. Она клееная ли? Она чего? Она полностью клееная. Ага. То есть геометрически стабильная? Да. 90 на 230. Собрано на болтовом соединении. Там используется какевая шайба «Бульдог», которая усиливает узлы. Это несущая реальность. То есть на нее нанизывается каркас, получается? Как бы. Он и есть каркас. Снаружи мы вот облицевали имитацию бруса и приложили пир-утеплитель. Там нет каменной ваты, пир вообще не горит. Он не любит, точнее, он не боится любой влаги. Поэтому мы не заморачиваемся пароизоляцией, проклейкой пленки. Вот. Я так рад. Я интуитивно пленку боюсь. А сейчас я все новое-новое подтверждение. Люди, что-то строители устали от пленок от этих всех. Да. Потому что большой риск, если ты сделаешь неправильно, где-то пропустишь. А представь, тебе нужно повесить картину. Ты берешь, закручиваешь саморез, ты уже проткнул пленку. Нарушил целостность пленки, да. И у тебя давление водяных паров, ты в процессе жизнедеятельности потеряешь влагу. Вот ночью спишь, литра уже нет. Куда она? Если где-то закупорился, вентиляция не сделана, все пойдет туда через саморез. Как в анекдоте. Я же не говорю, да я спал, а литра уже нет. Вход в дом, котельная. Да. Как будто здесь длиннее, чем у меня. Прав я или нет? Да. Это совершенно другая планировка. Санузел первый. А их тоже тут не один. Да, и он тут не один. Здесь три спальни. То есть... Три спальни, да. Да, можно сделать кабинет в первой спальне. Ну, в принципе они по 11 метров где-то. Вот. Вторая спальня. Идентичного размера можно выполнить детскую здесь. В общем, или гостевую, там не важно. Вот это мастер спальня. То есть она самая большая по размеру. Тут свой санузел. А это санузел? Да, это свой санузел. Мы специально откос не закрыли, чтобы люди могли видеть пирог стены. То есть это два слоя ГВЛ и, соответственно, плитка. Это гардероб? Да, это гардероб. Вполне себе тоже просторный. Гостиная. Начнем. Соответственно, выход с гостиной на террасу. Вся жизнь внутри двора получается. Да. Сразу хочется туда, если честно. Ну, пойдем. Да. Здесь еще больше площади вот сделано. Да, здесь еще больше площади. В рамках проекта эта терраса, она порядка 12 квадратов. И, соответственно, здесь везде, как я уже говорил, по полтора метра сделана такая вот отмотка. 170 метров только одна терраса получилась. Вот эта вот. А, окей. Да, 170 квадратов со входной группой. Да, так прикольно с террасой, конечно. Вот даже вот ощущение высоты, вот посмотри, стоишь. Те самые три метра, да, брат? Да. Да, да, да. И прям... Да, я побывал тут тоже по работе в домах, где там 2,20-2,40 потолки. Угнетающе ощущение. Тяжело, да. Я же тебе рассказывал, мы прожили без внешней отделки, мы пошли против технологий. Да, я очень удивился, потому что я и говорю, вопреки технологии пошли. Да. Но мы прожили, ты помнишь эту зиму, и минус 25, и минус 38. Более того, первые два месяца у нас была только одна печка вот в этом углу чугунной. Мы отсекали просто пространство какие-то, ветрозащитой прям, ну просто вешали. То есть мы жили в ремонте и до сих пор живем во внутренней отделке. Но сейчас уже стены, потолки, сейчас к полам переходим постепенно. Она выдержала. Мы считаем, что терраса неотъемлемая часть пространства. Да. Поэтому мы не жадничали, мы сделали аккуратную кухню-гостиную и такую же аккуратную террасу. По площади равноценную, да? Да. Сколько квадратных метров строения? Значит смотри, на первом этаже 47 квадратных метров, как евро двушка там. Ага, ага, ага. И плюс у нас есть лофт 20 квадратов антресоль. Наверху, да, еще 20 квадратов. Да. Вот таким образом мы обустраиваем 12 квадратных метров, можно сказать, интимного пространства. Оно и становится частью, видите, на этом держится освещение, то есть это вкрапляется в интерьер, конструкционное решение получается. И, как говорится, если рассматривать сценарий загородной жизни, мы такую же, ну чуть поменьше террасу подарили этой комнате. Потому что, в принципе, можно разделять немножко пространство в течение дня. Здесь можно чуть-чуть поработать на небольшом рабочем месте, потом выйти проветриться. Ну это как дачный дом или как вы называете? Смотри, он полноценно пригодный для пребывания в холодный зимний период. Трой человек. А, подожди, ну для детей еще. Да. Ну да, тем не менее это дачный вариант. Да. У круглогодичного проживания. Очень доступное просто по деньгам. По цене. Да. Рынок прозит вот такие решения сейчас. Да, да. Потому что, ну смотри, у нас все-таки и потихонечку идем к шеринговой экономике. Купил, продал, вот строить, долгостроить. Вообще, некоторым клиентам говорим, ребят, возьмите два участка. Вот это возводится 14 дней с отделкой там пару месяцев. Вы через два месяца заезжаете и три-пять лет на соседнем участке строите свой долгострой там на 200 квадратов. Построили, въехали. Прямо участок с домом продали. А-а-а. Или разобрали, он уже повторно использован. Все вот эти болтовые соединения, все листы снял, на авито выставил и пожалуйста. А, и вот так это работает. Судя по всему, тренд на уменьшение жилой загородной площади продолжается. По 300, по 500 метров уже давно практически никто не строит. Я построил дом 120 квадратных метров и мне кажется, это такой вот впритык. Но нет, сейчас есть дома в два раза меньшей площадью и такой вот здесь не один, а прямо много. Звучит как отдельное направление. Правда, вот этот с перспективой возможно еще и увеличивать в размерах. Александр, гендиректор всего вот этого действия. Да. Проект Калибри, рассказывайте. 63 квадратных метра общая площадь этого дома. То есть, задача какая? Чтобы либо эта молодая семья могла себе позволить площадь готовую к проживанию сразу же. Также этот дом предназначен для тех, кто, а, не может позволить себе сразу потратить 15-20 миллионов на какой-то большой дом. Или же не хочет жить в большом доме. Задача, чтобы он заменял стоимость квартиры без отделки в Москве, на границе Москвы, скажем так. Мы не берем центр. То есть, грубо говоря, за 8 миллионов однушка, которая сейчас стоит без ремонта, мы продаем дом под ключ. Егор, здравствуйте. Профсистем, компания. Я ищу себе утепление, внешнюю наделку для деревянного дома. Вот. И Белтермо, говорят, одно из приятных решений. Да. Часть материалов доступна, допустим, в плотность 180 килограмм на кубический метр, доступна для скатной кровли и штукатурного фасада. Они все по плотности разные. Да, они все разные. От 110 для SLT и SIP панелей до звукоизоляционных материалов плотностью 240 килограмм на кубический метр. Именно основной утеплитель плотностью 50 килограмм на кубический метр в толщинах 50 и 100 для основного каркаса. Вот пример, как раз пример подобного сэндвича. Ну, стандартный, самый простой, минимальный. Основной утеплитель, древесное волокно, ветрозащитная плита. Вот такой основной? Да, да, да. Или задувной, или задувной. Задувной в плотности задувается на фасад 45 килограмм на кубический метр, на кровлю 50 килограмм на кубический метр. Это каркасный дом, где вместо минваты распространенный набивший аскод, вот этот пирог? Да, да. Данный проект имеет возможность роста до 110 квадратных метров, то есть в калибре 2.0 и 3.0. Просто ввысь или вширь? Вширь. Вширь. Буквой Г мы формируем зону таким образом, что состоит из двух частей, с общей открытой террасой и закрытой террасой. Нужно подстраивать комнатки буквально. Да, да. То есть кто-то родился, за 9 месяцев узнали. Да, и примерно так. Каркасная технология это позволяет. Причем, соответственно, сейчас он стоит на свайном поле, поэтому свайное поле можно достроить и дорастить дом под нужные требования. Почему выбрали Белтермо, расскажите. Потому что вы называетесь Эко-Пойнт, да? Вы из-за всего Эко. Чтобы все было как бы в хвал. Отказались от минваты и утеплили. Нет, от минваты мы не отказывались, скажем так. Мы хотим дать людям. Это же как определенные, ну, модели разные. То есть есть минимум, там, ну, минерально-каменная вата. Ну, скажем так, объективно ее никто не называет, что она вредная там или еще что-то. Производство, возможно, где-то какие-то моменты, безусловно, связующие и так далее. Как таковой в доме ее нельзя назвать, что она вредная. Но Белтермо, почему мы переходим, у нас вот этот пирог, который мы сейчас сделали в каркасе, это у нас основа. Мы ее не меняем больше. То есть используем Белтермо для чего? Я не люблю пленки по наружу, в стенах. Это ничего не будет хлопать. Это не будет при ветре, там, где-то при вентилируемом фасаде хлопать и так далее. Плюс это никаких там, ну, опять-таки гниения, этого ничего нет. Во-вторых, Белтермо полностью паропроницаема, при этом она еще влагостойкая. То есть я одной панелью Белтермо снаружи закрываю себе шумоизоляцию, звукоизоляцию, да, звукоизоляцию, еще и ветрогидрозащиту. То есть, по сути, почти четыре пункта в той или иной степени процентовки ее, согласно этой плиты, да, то есть мы берем шестидесятку, она, прежде всего, тепло. Но при этом звук она точно держит дополнительно лучше, чем такой же слой каменной ваты. Влагу она вообще не пропускает, да, то есть она ее блокирует, при этом паропроницаемость сплошная идет. Здесь идет основной отдых. Здесь вот эту террасу мы можем полностью закрыть, то есть у нас вот эти рульставни опускаются, поднимаются вот так. В это в закрытом виде, понятно, вот это в открытом. Здесь, при желании, при желании, здесь можно сделать гостевую комнату, то есть сразу же. Но у нас уже прошло где-то сколько тысяч, ну тысячи три-четыре человек за это время начала выставки. И еще ни один не захотел лишиться этой террасы, понимая все плюсы. Это лето, потому что, выставка. Безусловно, но при закрытии окон у нас это все утеплено, точно также билтермо. Если мы закрываем окна и сюда ставим газовый обогреватель, который дает КПД, большое тепло, здесь можно спокойно зимой находиться. Здесь можно поставить барбекю с выводом вверх оттока тепла, дыма. И, соответственно, здесь можно готовить тот же самый шлык и так далее, при этом находиться здесь. Да, спасибо архитектору. Молодцы, продумали. Конечно, загородный дом – это в первую очередь вот это все. Этот материал, в отличие от пароизоляционной пленки и ветрозащитной пленки, имеет дополнительную собственную температуру. Потому что он смещает точку росы вне каркаса, и точка росы формируется внутри материала, а не внутри каркаса. Соответственно, не формируется влага, не накапливается внутри основного утеплителя, ничего. Максимально сохраняет конструктивные особенности каркаса, то есть не отдает влагу в каркас, не формируется ни синяя, ни зеленая плесень, никакая абсолютно, да. Потому что у меня дом древесный, у меня МХМ дом, вот соседи ваши, я выбрал эту технологию, построил и еще не отделал. Чтобы вы понимали, это технология советская, которая с 50-х годов была у нас распространена для звукоизоляции домов. Все дома в советское время хорошие имели звукоизоляцию. Это древесная плита. Измельчение и уплотнение сухим способом. 96% древесины зеленой, которая на сухую уплотняется. 1% соответственно это полиуретановое связующее вещество. И от 1 до 3%, от 1 вот здесь на плотности 110, до 3% парафина на звукоизоляции. Вот видите, как все это волокно, это древесина. Равномерно измельчается, уплотняется многочисленными прокатками и соответственно... Хорошая штука. Пахнет деревом. Натуральный материал, да. Он стабилизирован. Да, конечно, да. Вот здесь 15 квадратов, вот в этой комнате. Мы имеем и зону, где покушать, зону, где отдохнуть и также кухонную зону, кухонный гарнитур. Это вот такая зимняя гостиная у вас получается? У нас весь дом по-любому зимний, потому что он был круглогодичного проживания. Хозяйка, которая здесь будет стоять за барной стойки, мыть овощи там и нарезать и готовить, она отсюда будет видеть все свои владения, по сути. Вот сейчас, на данный момент, она будет видеть полностью весь просматриваемый участок. Это важно. Это здорово, да. Особенно важно угадать всем, где закаты, где рассветы. Вот это вообще. Мы чуть-чуть промахнулись в моем доме, но ничего. Это надо. Мы промахивались, чтобы вы попадали. Люди думают, что здесь нет места. А заходя внутрь, понимают, что в 50 квадратах можно реально все сделать красиво. 63. 63 – это там. А люди-то живут здесь. Вот здесь у нас санузел. Санузел довольно большой. Он может быть сделан с ванной, потому что это метр семьдесят ширина. Здесь у нас входная группа. Она может выполнять роль выхода для мастер-спальника проекта 3.0. Вот это здесь, понятно, здесь планируется перегородка. Она реечная. И тут тоже дорого у вас. С ламинацией вот это все. У нас двухсторонняя ламинация. Плюс 30%, плюс 50%. Ну да, где-то порядка 40% двухсторонняя ламинация. Также все доборы, которые здесь выполнены, это все делается нами вручную. Вы делали двойной файс, это дорого. Вы делаете вот это, это дорого. И при этом у вас дешевый дом. И при этом у нас дом полностью под ключ, под ипотеку. И самая фишка в том, что все, что здесь будет снято вами, показано. Здесь 9,5 миллионов стоимость этого всего. По сути, это однушки столько стоят. Сейчас там Симферопольское шоссе, возьмите любой комплекс, там однушка стоит 7-8 миллионов. А 9,5 там точно отделку не сделать за эти деньги. Да, да, да. У нас здесь хорошая трешка при желании, как я говорил, сделать комнату из террасы. Либо комфорт 2+, двухкомнатные квартиры. Да, да, да. Это детская и мастер-спальня. Значит, нет, это просто спальня. Мастер-спальня, это когда идет спальня, санузел и гардероба. То, что я вам говорил, что мы можем ее сделать через год, два, три, неважно. Спальня просторная. И при этом здесь 12 квадратов. Она просторная. То есть здесь четко показано, что здесь можно спокойно пройти. Если кто-то любит смотреть телевизор, кому это интересно, мы вывели, скажем так, розетку под телевизор, чтобы повесить сделать. Здесь есть шкаф. Если кто-то не любит, мы сделали окна, да? Если кто-то не любит, мы сделали окна, да. Природный телеканал, я понял. Соответственно, здесь идет детская комната. Первый год попробовать себя со стендом, как у меня и было. Был сначала просто стенд, мы его продали клиентам, этот стенд в виде беседки. А потом этому же клиенту мы построили еще двухэтажный дом под 200 квадратов. Следующий год, ну, конечно, я купился и уже в плюс ушел. Здесь мы уже поставили на первый год, который была здесь эта выставка. У нас стоит здесь другой дом, большой, но за деньги инвестора. Мы столкнулись с тем, что тот дом мы сделали, он большой, красивый, с необычной архитектурой. Штучный товар. И младшинство людей видят, как не понимают, а могут ли они, а что они, и сколько это стоит. Мы сделали полную альтернативу, показали вот этот дом, но при этом мы внутри оставили тот же самый вкусный подданную, вкусную подачу, чтобы здесь хотелось остаться, хотелось здесь жить. Первый раз к ландшафтникам зашли на выставку. Спасибо. Здравствуйте. Захар. Очень привет. Эко-гарден, экий сад, да? Люди смотрят на ваш... Да, все верно. Показываем те решения, которые можно реализовать. Это некий стенд, на котором мы показали, сколько всего можно применить в рамках ландшафтного проекта. Возможно скромно, но тем не менее, варианты мощения, варианты растений, ландшафтный свет, почвопокровные растения, небольшие миксбордеры, которые можно создать. То есть это как раз то, к чему приходит после того, когда строят дом. Построили дом. А если даже уже есть проект дома, то самое классное же это сделать совместно. То есть спроектировать уже и потом реализовать. Куда смотрят тренды? Чего ландшафтный дизайн меняется? Может быть люди отошли от Туй наконец или нет? Вы знаете, на самом деле правильно подметили, потому что от Туй пора бы уже отойти. Потому что всего в виде чего можно создавать. Я как люблю говорить, Россия страна заборов. Живую изгородь можно создавать не только из Туй, то есть можжевельники, яблони, листопадные кустарники красивые и всякие разные. Но вот этот тренд на самом деле он и до сих пор есть. Поставить забор из профлиста, а потом рядом с красивым забором из профлиста поставить Туй. Но тем не менее растений много. Что бы Вы посоветовали? Прямо Вам по названию? Скажите, мы может быть картинки не дадим и будет красиво. Я бы посоветовал Дерин элегантисимо посадить. Очень красивая изгородь будет. Также можно из кизильника ее классно выстригать. Живая изгородь из можжевельника скального. То есть она тоже будет не такого зеленого цвета как Туй, а такого сизого прекрасного. Живые изгороди из елей тоже клево смотрятся. Элегантная, изящная, приемлемая по цене решение на участок размером 1 гектар. Самый приятный мой вопрос, сколько стоит за сотку? Ну конечно, но мы на выставке. Учитывая, что грунтовой воды у меня нормально, 4 метра. Вот дренировать не надо. Посадить красиво, придумать. Сколько вообще в целом. Мне рано пока, я еще дом не отделал. Ну вот Вы же не уходите. Хорошего, правильного ландшафтного дизайна. Даже не ландшафт, а ландшафтной реализации. При ландшафтной реализации нужно ориентироваться на цифру. От 500 тысяч рублей за сотку. Где будет учтено там ландшафтный свет, пошаговые дорожки, просто какие-то бетонные работы, полив, дренаж либо ливневая канализация нужна или нет. Но сейчас от этой цифры стартует. От 500 тысяч рублей? От 500 тысяч рублей. А так, вдруг Вы подойдете и скажете, давайте все в газон закатаем, тогда будет много меньше. Я понял. А комплексного решения? Ну вот где-то от таких цифр мы начинаем плясать. Вот так показывает практика. Хотя... Вы работаете, просветаете, Вы на выставке крутое участвуете. Хотя на самом деле это один из тех вопросов, на которые тяжелее всего ответить. Ну конечно. Потому что Вы придете и скажете, да, у меня гектар, хотим мостик, хотим здесь вот там газон и все. А кто-то скажет, я хочу и это, и это, и это. Да, дерево бонса из Японии за 2-3 миллиарда. Я вот так прямо могу вплотную вот так вот, прикрутил на эти рандоли и прямо сюда же потом поставил обрешетку и как бы... Да, да. Этот материал ставится на каркас или на брус или на SLT-панель вплотную. А вот этот? Вот мне нравится шип-пас, конечно. То же самое. Шип-пас, вплотную можно. Это очень приятно. Все. Чем проще, тем лучше. Я вот такой адепт. Вот этим я утеплю. Мне большого утепления не надо. Это эквивалентно. На каком мы вате по теплоэффективности? Ааа. 0,39. Умножаем на 2,5 эту толщину и вот получается это минеральная вата. Вау, это много получается, да. Это много получается. Удельная теплоенка с 210. У минеральной ваты 850. Это 2,5 раза меньше. Вот эти штуки на практике, они прямо вау. Во-первых, правильно понимаешь, что вот это в полтора раза дороже, чем это? Выглядит именно так? Да, это стоит там 500 тысяч рублей, это 350. Но это сейчас, как мы любим говорить, что основной двигатель прогресса это лень. Для того, чтобы не косить целыми выходными, этого не делают. Вот ставится эта станция, это до 25 соток кост, это до 40. Это как пылесос домашний, которому все привыкли. Абсолютно верно. Только он не собирает, у него нет травосборника, он ее эмульчирует, вот столько срезает каждый день и выплевывает. Но это там не особо время. Каждый день. Должна быть серьезная машина. А еще должна быть всепогодная машина. Это всепогодная. Соблюдено, да? Датчики дождя, Wi-Fi, Bluetooth. Она коннектится сама со станцией. Потом в конце приезжает, заряжается. Три часа автономно работает. Потом опять едет на зарядку, опять заряжается. То есть вы забываете про показ газона вообще. Это в полтора раза дороже из-за дизайна. По ней видно, что она повторяет формулу какого-то итальянского болида. Работоспособность больше. Никакого функционала не добавлено. Функционала не добавлено. Емкость аккумулятора выше. Аккумулятор побольше. Но вот у этой причем больше возможностей косить какие-то очень кривые участки. Маневренность. У этой маневренности меньше, потому что и база больше. Да. То есть она где-то не прокосит. У нее точно такой же замечательный нож. Вот он защищен вот таким обухом. Эта штука крутится. Размерно. В чем правда вот здесь? Почему вот так вот идут? Ну, потому что он тут скидывает ее. Он наезжает. Она уходит туда трава. Поэтому они здесь меньше. А это чтобы там вдруг кто-то там не засунул свои пальчики туда. Но они оснащены кучами всяких девайсов из серии. Там мозги в общем-то. Мозги в общем-то. Если у нас животное, то вешается такая маленькая таблеточка на шее животное. Он подъезжает к ней, останавливает нож и не косит. Потом животное уходит. Кошечка, собачка и он продолжает косить. Хитро. Вот смотрите как за городом весело живется.